Всем привет дорогие мои рукодельницы! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем вот такие очень интересные необычные объемные бантики бабочки. Сделать их не так уж и сложно как кажется на первый взгляд. Размером получаются такие бантики 8 сантиметров. Если вам понравились такие бантики оставайтесь со мной. Для того чтобы сделать нам вот такие бабочки понадобится я взяла атласную ленточку ярко такую оранжевую в горошек и белую. Ширина вот таких ленточек 2 с половиной сантиметра. Нам понадобится белой шириной 2 с половиной сантиметра, а длиной 18 сантиметров. Таких отрезочков нам понадобится 4 штучки и вот такой вот горошек нам понадобится шириной 2 с половиной сантиметра и длиной также 18 сантиметров. Два отрезочка. Для поясочка я взяла поплотнее немножечко атласную ленточку. Она у меня здесь вот такой чисто белой у меня не было. Я взяла вот такую вот. Она в ромбик и более плотнее 1 сантиметр ширина. Я взяла приблизительно 11 сантиметров, а там посмотрим какая нам понадобится по длине. Затем нам понадобится я взяла вот такую вот такую леску. Здесь получается диаметр такой лески приблизительно 1 миллиметр. Она толстая. Взяла ее от жемчужных бусин, которые я покупаю, нанизанные на леске. Желательно берите потолще. Я взяла два отрезочка. Один побольше, у меня здесь она получается 16 сантиметров. Приблизительно длина такой лески и еще небольшой отрезочек нам понадобится около 5 с половиной сантиметров. Затем я взяла для украшения, для самого туловища нашей бабочки, понадобится вот такие бусинки. Я приобрела вот правильно как они называются, рондель по-моему. Не буду вам, не скажу вам точно. Может кто знает, пусть напишет мне как правильно называются. Они вот такие вот ребристые. Очень красиво смотрятся на солнце или на когда попадает свет как раз на них. Они очень красиво переливаются благодаря таким вот таким вот зубчикам на них. Такой ограночка очень интересно. Понадобится 1 бусинка диаметром 8 миллиметров и 8 бусиночек диаметром 6 миллиметров. Я взяла для этого, до этой бабочки взяла чисто белые прозрачные бусинки. Затем из инструмента нам понадобится вот такой клей, которым я уже давно пользуюсь или возьмите клей момент кристалл. Также нам понадобятся ножнички, зажигалочка, пинцетик и нам клеевой конечно же пистолет и еще ниточка с иголочкой. Вот такие инструменты нам понадобятся для нашего бантика. Можем приступать к изготовлению нашей бабочки. Для начала сделаем нашу, нашей тельце, нашей бабочки. Возьмем нашу лесочку, берем самую большую бусинку, доводим до средины и соединяем два краешка вместе. Теперь поочередно нанизываем на саму бусинку 6 бусинок. Когда у нас все бусинки на леске, берем горячий клей и я вот здесь вот капаю немножечко клея и как можно дальше стараюсь поднять вверх наши бусинки. Вот как видите я подтягиваю практически до самого верха. Теперь берем за две наши лески, немножечко подтянем в разные стороны и завяжем внизу на два узелочка. Когда мы обрезали края ненужные нашей лески, теперь легонечко разогреваем края лески и вот так придавливаем, чтобы оно заплавилось с двух сторон, чтобы наш край был аккуратненьким. Вот у нас что получилось. Теперь берем маленький край нашей лески и продеваем ее большую бусинку. Вот так. Затем вот так соединяем одним пальчиком, а здесь капаем совсем немножечко клей для того, чтобы зафиксировать нашу леску, чтобы она у нас не двигалась. С одного края и с другого. Немножечко подержим, чтобы схватился наш клей. Когда наши усики зафиксированы, берем клей, смотрим на какую длину вы хотите, чтобы у нас были усики. Сделаем немножечко короче. На краешек капнем небольшую капельку клея и надеваем бусинку. Ждем, когда она хорошенечко остынет. Вот видите как. Берем зажигалочку, подносим немножечко со стороны. Вот так вот. Как бы разогревая нашу леску. И видите, она у нас загибается и получается у нас вот такой усик. То же самое делаем с другой стороны. Вот такие у нас получилась тельцы бабочки нашей. Насколько делать загиб, это вы уже определяйте сами. Здесь не обязательно, чтобы были они одинаковые. Отложим нашу серединочку нашего бантика и займемся самим бантиком. Возьмем два отрезочка нашей белой ленточки и сделаем самый простой бантик. Вот простой у нас бантик готов. Теперь сделаем нашу верхушечку, которая состоит из двух отрезочков. Соединяем попарно белую и ленту горошек с помощью зажигалочки. Соединяем с двух сторон. Когда мы соединили нашу ленту, складываем наш отрезочек пополам. Соединяем нашей белой ленточкой внутрь. Обязательно проходим зажигалочкой. Не просто пальчиком, а именно зажигалочкой. Это будет нам нужно. Теперь поворачиваем наш отрезочек себе белой ленточкой. И опускаем вот в сторону. Смотрите, как мы опускаем ее. Чтобы у нас, когда мы загнули нашу ленточку, вот эта половинка получилась как раз ровно пополам. Вот смотрите, эта часть одинаковая и эта часть одинаковая. Вот видите как. Теперь также обязательно проходим зажигалочкой. нам нужно хорошенько зафиксировать ленту. Вот так. То же самое делаем с другой стороны. Можно сделать вот так. Видите как. И вот, смотрите, у нас загнули мы по этому, по этой ленте, прошлись пальчиками, у нас будет видно линия сгиба. И по этому сгибу мы опускаем. Вот так вот мы фиксируем обратно зажигалочкой. Поворачиваем другой стороной наш отрезочек и опускаем вдоль линии сгиба. С одной стороны я немножечко вот этот сгиб зажигалочкой подпалю, чтобы он был ровненький. И с другого края так само ленточку опускаем вниз. Видите, что у нас получается. Возьмем сейчас булавочку и зафиксируем наш верх. Я взяла обычную булавочку и зафиксировала. Теперь смотрите. Каждую сторону нашего отрезочка складываем нашим горошком внутрь и соединяем края нашей ленточки. Теперь что мы делаем. Берем за этот наш загнутый край и опускаем его вниз к нашему уголочку. Чтобы вот здесь получается этот наш край, если мы опустим ровно, а затем подвинем его к уголочку, у нас получается эта сторона параллельно нижней стороне. Вот так. То же самое делаем и с этой стороной. Опустим ровно вниз и затем к нашему треугольничку. Вот так, что у нас получается. Теперь ровно как раз чуть-чуть, немножечко ниже наших вот этих уголочков мы обрезаем. Вот так. Берем пинцетик, зажимаем все наши краешки и хорошенько проходимся зажигалочка для того, чтобы все наши слои хорошенько зафиксировать. Теперь обрезаем вот эти наши уголочки, чтобы у нас было все аккуратненько. И пройдемся зажигалочкой. Вот такой у нас получился лепесточек бантика. Точно так же делаем и второй отрезочек. Теперь доделаем нашу срединочку. Я взяла ленточку, которую мы взяли для поясочка и вот так аккуратненько его склеиваю по всей длине напополам. Краешки спаиваю, а срединочку прохожусь клеем. Вот так. Затем возьму клей, нанесу вот такое небольшое расстояние клея. Вот где-то, смотрите, полтора сантиметра. И возьму нашу бабочку и начну клеить со второй маленькой бусинки. Вот так. И для того, чтобы у нас надежно была закреплена наша срединочка, так как эти бусинки, они сами по себе тяжелые, я вот такими стежочками вокруг бусинок пришью аккуратно ниточками. Пока клей будет подсыхать, мы ниточками вот так прошьем вокруг бусин. Пришьем мы только вот три бусинки. Между двумя бусинками. Раз, два и три. Тремя стежочками. Вот что у меня получилось. Что я хочу еще сказать по этой срединочке. Вместо таких бусинок, если у вас нет, можете взять обычные жемчужные бусинки. Также 8 миллиметров и 6 миллиметров диаметром. И вместо лески можете взять проволоку. Даже будет еще лучше, так как она загибается очень хорошо, не нужно будет вот такие манипуляции проводить, как с леской. У меня, правда, не было в наличии проволоки, вот поэтому я вот такую взяла леску. Теперь, пока будет подсыхать наша серединочка, вот у нас обратная сторона получилась, можем собирать наш бантик. Берем наши верхние отрезочки, наносим клей на краешек и приклеиваем к нашему бантику почти к самому центру. Вот так. С другой стороны точно так же. Теперь в центр капаем клей и клеим нашу серединочку. Вот так. И закрепляем ее с другой стороны. Вот и готовы наши бабочки. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик. Вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну, а на сегодня всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok